Здравствуйте! Это программа в центре событий. Меня зовут Ефим Ишимцев и коротко об основных темах выпуска. Тревога оказалась ложной. В двух домах в Сургуте появились листовки о готовящемся взрыве. Знай свои права. О мерах защиты людей пенсионного возраста рассказали окружные специалисты. Проверь себя и ты. Врачи призывают отметить день борьбы со СПИДом, сделав анонимный тест. В Сургуте прошло расширенное окружное совещание, посвященное вопросам отлова, регулирования численности и содержания безнадзорных животных в Югре. Его провела заместитель губернатора региона Галина Максимова. Присутствовали представители всех муниципальных образований автономного округа, общественники, сотрудники прокуратуры. Участники встречи изучили опыт как иностранный, так и российский на примере других субъектов. Были отмечены ошибки и недоработки со стороны ветслужбы и администрации некоторых муниципалитетов. В различных муниципалитетах суммы на отлов одного животного серьезно варьируют. От одной до 30 тысяч рублей. И финансовый вопрос в этой сфере необходимо тщательно продумать. Равно как и провести работу с населением. Каждый должен понимать, что принимая к себе собаку или кошку, он берет на себя серьезную ответственность. По итогам встречи подготовлен итоговый протокол и создана рабочая группа. Куда вошли представители всех муниципалитетов Югры. Им предстоит разработать поправки в окружные муниципальные и нормативные акты в части финансирования проекта и чипирования животных. Большой переполох. Минувшие вечер и ночь в Сургуте выдались неспокойными. Накануне около 6 часов вечера жители дома номер 1 на проспекте Пролетарском обнаружили на двери подъезда объявление о готовящемся теракте. В записке было сказано о том, что взрыв якобы произойдет в половине второго ночи. А 5 килограммов тротила уже заложено. На место происшествия съехались все спецслужбы. Жильцов решили не эвакуировать. Дом и прилегающую территорию сначала обследовали кинологи, а затем силовики начали сбор информации поквартирно. Никаких взрывчатых веществ не нашли. Слухал, сотрудники заходили, проверялись. А что было? Какая-то записка была или что? Как-то это объявление было, вроде как повесили, что полтора взорвется. А около 23 часов аналогичную записку возле мусоропровода во втором подъезде обнаружили жители соседнего дома на улице 30 лет победы 52 дробь 1. И вновь на место были вызваны все оперативные службы, полицейские, кинологи, следственно-оперативные группы, спасатели. Вновь был осуществлен поквартирный обход, опрошены жильцы, обследована вся территория дома и двора. Подозрительных предметов не обнаружено. Но тревога также оказалась ложной. Здесь, не знаю, одни выселяются, а другие заселяются. Тут сейчас столько новых, и раньше как-то было это лучше. А тут сейчас половину не знаешь. Есть версия, что объявление оказалось чьей-то не очень смешной шуткой. Угрозы, приведенная в записке, не осуществилась. Сейчас злоумышленника активно ищут. Дворы этих двух домов оборудованы камерами видеонаблюдения. Потому сомнений в том, что шутник будет найден, практически нет. Уголовным кодексом предусмотрено серьезное наказание за сообщение о ложном акте терроризма. Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы. Добавлю, что по факту двух сообщений о готовящихся терактах в полиции Сургута заведено уголовное дело. Следствие ведется по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса. Как сообщают средства массовой информации нашего региона, к поиску злоумышленников и проверке подключились сотрудники ФСБ. Ученая степень в карьерном росте. Эту тему обсудили в Сургуте впервые. Всероссийская конференция молодых ученых прошла в Государственном университете. Этот совместный проект был создан Советом молодых ученых и Ассоциацией выпускников Сургу. В дискуссии приняли участие специалисты отделов финансового анализа и кредитования, заместитель главного врача по организационно-методической работе, представители университета, кандидаты наук. На подобных конференциях можно обменяться опытом молодым специалистам друг с другом. Понять, что нас много. Те, кто занимаются наукой, молодежь, в принципе, увлечена именно научной деятельностью. И те студенты, которые сейчас еще бакалавры, магистры, они могут увидеть старших товарищей, заинтересоваться, собственно, дальнейшим развитием в научной сфере. В Сургуте прошел правовой марафон. Жители города и района получили возможность пообщаться с окружными и местными чиновниками. Личный прием проводила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. В ходе сессии были рассмотрены многие положения последней пенсионной реформы. А среди них защита трудовых прав жителей предпенсионного возраста и дополнительные меры их поддержки. При отказе от приема на работу работодатель обязан письменно уведомить причины отказа в приеме на работу, а также необоснованного увольнения при сокращении численности штатов. Лица предпенсионного возраста пользуются преимущественным правом оставления на работу. Штраф за данное административное правонарушение, оно считается преступлением, это громко звучит, но это так, 200 тысяч рублей с работодателя и 18-кратный доход с нарушителя, с лица виновного. Темы пенсионного обеспечения и сохранения прав работников предпенсионного возраста стали основными в работе всего правового форума. Им были посвящены выступления спикеров в Сургуте и Ленторе. В декабре и в течение всего следующего года такие мероприятия пройдут и в других муниципалитетах Югры. При этом организаторы готовы выступить непосредственно перед рабочими коллективами. Для этого соответствующие заявки должны направить работодатели. Вот здесь я хотел бы, если говорить о работодателях, то есть понятно, что работники пенсионного возраста будут обращаться в центры занятости, мы будем вести работу, связанную с их переобучением, подготовкой, конкурсы, аукционные и так далее. Но и на рабочих местах, люди, которые работают, работодатель может заявиться в центры занятости и своих работников переобучить на другие специальности в цели, как я уже сказал, чтобы он остался в данной организации, а организация, соответственно, сэкономит деньги на переобучение. А бесплатную юридическую консультацию смогут получить граждане старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья 3 декабря. В грядущий понедельник российские юристы объединят свой профессиональный праздник с Международным Днем Инвалида. В коллегии адвокатов Де Юсты специалисты будут вести прием по вопросам самого широкого правового спектра. Это сделано для того, чтобы у нас защищены социально и информированы были с точки зрения правовой все слои населения, граждане, которые проживают, крайне мере, на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Гры. С этой целью мы, собственно говоря, и проводим данное мероприятие для информирования и повышения правовой культуры, правовых знаний населения и дать максимальное понимание того, как реализовать свои права или восстановить нарушенные. Завтра, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Сургуте обследованы на ВИЧ-инфекцию 34% населения. По району эта цифра чуть ниже. Диагностику проходят различными способами. В профильном центре используют иммуноферментный метод, экспресс-тестирование по месту работы или во время акций в торговых центрах. Наука сейчас позволяет провести даже самотестирование. Специалисты призывают не бояться сдавать анализы и при необходимости становиться на учет. В наши дни разработаны такие препараты, которые могут обеспечить полноценную жизнь человеку со СПИДом. Все анонимно. ВИЧ-положительные женщины могут рожать при должном наблюдении и терапии. ВИЧ-инфекция продолжает распространяться на нашей территории быстрыми темпами. Поэтому в связи с этим, конечно, прежде всего, основная наша задача – это тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. Если у человека выявлена ВИЧ-инфекция, это не значит, что это конец жизни. Поэтому не нужно, может быть, пользоваться интернет-ресурсами, а получить консультацию в центре СПИДа. Нужно обязательно прийти в наше учреждение. Вторая задача – это поставить такого человека, такого больного, будем говорить, на диспансерный учет. Сегодня Сургутскому краеведческому музею исполняется 55 лет. Юбилейные мероприятия проходили весь год. А в последнюю неделю каждый день был как праздник. Собрали журналистов и прокатили их по всем структурным подразделениям. Дому Фармана Салманова, центру патриотического наследия, купеческой усадьбе, где всех напоили чаем и с самоваром. Затем следовали два дня плодотворной работы с коллегами из разных городов на первой межрегиональной ассамблее «Актуально о музейном». Показывали и рассказывали, как хранить экспонаты в фондах. Ну и кульминацией праздника стало торжество в музейном центре, где собрались поздравить коллектив «Друзья» и «Партнеры». Благодарственные письма от администрации города получили сотрудники музея из рук заместителя мэра Александра Пелевина. Сказали свое спасибо за работу и народные избранники городского и окружного уровня. Всегда, бывая на всевозможных мероприятиях с Угустом человеческим музеем, в этом здании и в двух филиалах наслаждаешься той энергетикой, которая присутствует на этих мероприятиях. И, Марина Юрьевна, спасибо вам большое, потому что все ваши экспозиции новые, экспозиции, которые ты видел, как памяти, они настолько пронизаны любовью к человеку, любовью к одному городу, что кроме как чувства восхищения и гордости за наш город, за наш музей ничего не вызывает. Хочу вам пожелать, чтобы вы продолжали свою работу с той же неугомонной энергией, с тем же фанатизмом подходили к своему делу, как и прежде, чтобы всегда к вам приходили благодарные посетители, всегда здесь было много народу. Власти Сургута согласовали выделение земельного участка под строительство волейбольной арены вместимостью 5000 зрителей. Новый дом для большого волейбола появится на Югорском тракте, неподалеку от Сургут-Ситимола. Для этих нужд отведено 70 тысяч квадратных метров. О сроках появления нового дворца спорта говорить пока рано. В настоящее время сургутский клуб российской суперлиги «Газпром Югра» занимается подбором подходящего проекта. Инвестор пока также неизвестен. А тем временем волейбольный клуб «Газпром Югра» в первый день зимы проведет югорское дерби. В Нижневартовске сургутяне сыграют с географическим соседом Самотлором. В нынешнем сезоне соперники уже провели две встречи. В рамках Кубка России дважды вверх с одинаковым счетом 3-0 взяли наши спортсмены. В турнирной таблице суперлиги вартовчане пока находятся чуть выше, одержав на одну победу больше. Особой пикантности предстоящему матчу добавляет тот, факт, что по ходу сезона старшим тренером сургутян стал Юрий Мельничук, который до этого 7 лет был наставником Югры Самотлора. Я думаю, на сегодняшний день любая победа для нас принципиальная, потому что не хочется находиться в подвалах турнирной таблицы. То, что отработал в этом городе долгое время, спасибо этому городу, что он мне дал. Но сегодня я в Сургуте и сегодня буду стараться сделать все, чтобы победила команда Сургуте. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. В выходные смотрите телевизионный обзор новостей. А в понедельник в центре событий с Натальей Степановой. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Карта Сокровища – это социальный проект, который объединяет талантливых людей по всей стране. Благодаря их особенным ремеслам и личным историям Россия открывается заново даже нашим же соотечественникам. Сокровище Майо – это подпрограмма проекта, созданная для поддержки талантливых детей. Я хочу Сургуту и Сургутскому району показать, какое количество талантливых людей, детей живет здесь. И у каждого человека свой характер, свои таланты, много чего интересного. И я хочу, чтобы мы объединились все вместе и заявили на всю страну, что самые творческие живут на этой территории. Мы ищем этих детей, мы помогаем создавать ситуацию, комфортные условия для того, чтобы они писали, творили, чудили. Но вместе с этим поступали в институты, ездили на соревнования, на разные мероприятия. Защищали и свой город, и свои способности, и нашу страну. Проект «Сокровище Майо» выставлен на платформу народной поддержки boomstarter.ru crowdfunding. За несколько дней там поддержали программу рублем в количестве 50 тысяч. Иначе говоря, неравнодушные граждане исполняют мечту талантливых детей. Например, поехать на программу «Умники и умницы» или другие крупные соревнования. Я думала только о том, как бы стать архитектором. А сейчас появилась мысль стать, ну, может быть, потом программистом, как второй выбор. Ну, я начала заниматься информатикой. Ну, и я пошел по художкам. Ну, не только ради того, чтобы, как бы, иметь навыки архитектору, но и для своего удовлетворения. Чтобы мысли хорошие приходили, развивать мышление, фантазию. Участники первой встречи в рамках проекта «Сокровище Майо» – воспитанники школы творчества «Счастливый художник». Директор Александра Сафронова отметила, что такие проекты дают поводы для развития гордости своей страной. Когда мы создаем красивое, мы с вами радуемся, наслаждаемся, мы балдеем, да? Мы пишем с вами картины, мы делаем красивые вещи, и мы просто находимся в состоянии счастья. А когда люди, которые не умеют это делать, смотрят на эти произведения искусства, они тоже становятся счастливыми. И тогда наша Земля, наша чудесная планета, она просто окутана радостью, любовью, красотой. Программа «Карты сокровищ» уже расписана на весь будущий год. Социальный проект федерального значения «Карта сокровищ», который включает себя под проект «Сокровище Майо» по поддержке талантливых детей, поддержан, поддержан округом, поддержан в рамках федеральной акции «Щедрый вторник». Мы рады, что сегодня уже есть результат. Мы рады, давайте объединяться, давайте двигаться дальше, все впереди. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. 4 декабря. Шоу «Импровизация» возвращается в Сургут с новой программой. Антон Шастун, Дмитрий Фозов, Арсений Попов и Сергей Матвиянко в Театре Сургу. Билеты по телефону 331244 и на сайте kassayugra.ru. Доставка Пловхаус. Здравствуйте. Апетитный и ароматный плов, сочные и горячие манты, сытная самса, восточный и вкусный лагман. Горячие предложения, сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от Пловхаус. 550-440. Пловхаус.рф Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 3355-00. 1 миллион 750 тысяч рублей и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой» улица Есенина, 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. И о погоде на 1 декабря. Здравствуйте в студии Айгурь Кунахович. Новый Киа Сит. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-центр «Сургут». Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. В субботу погода в большей части Западной Сибири будет формировать теплый атмосферный фронт, сопровождаемый очередным уплотнением облачности, небольшим очаговым снегом и смягчением аномальных морозов. Только на востоке региона скажется гребень антициклона, и здесь день выдастся по зимнему погожим. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 м в секунду. Температура воздуха минус 32-37. Утром переменная облачность, осадков не ожидается. Направление ветра северное 1,6 м в секунду. На столбиках термометров около 37 градусов мороза. Днем с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 м в секунду. Температура 25-30 ниже нуля. Новогодняя распродажа в магазине «Домашний погребок». До конца декабря дистилляторы, анкерки, расписные самовары, посуда и радиоприемники в стиле ретро со скидкой 10%. «Домашний погребок». Есть подарочные сертификаты. В магазинах «Домашний погребок» в декабре скидка 10% на весь ассортимент. В течение дня солнечная активность умеренная, геммагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление будет расти и составить 772 мм ртутного столба. Земля, земля, суперроботы прибыли на планету. Место локации магазин «Карапуз» танцуют, играют, поют, стреляют уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин